Армия РФ намерена усилить группировку на Харьковском направлении, Генштаб. В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа Российской армии. Об этом говорится в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ. Противник не прекращает ведение наступательных действий в восточной операционной зоне села целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Продолжаются обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении. На северском направлении российские войска обстреляли позиции сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей. На Слобожанском направлении главные усилия неприятеля сосредотачиваются на содержании занятых рубежей. Противник наносил авиационных ударов по населенному пункту Циркуны. На Славянском направлении агрессор пытается возобновить наступательные действия. В частности, для обеспечения форсирования реки Северский Донец планирует наведение переправы. На Донецком направлении армия РФ ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Лиманском направлении оккупанты планируют возобновить наступательные действия в направлении Ямполь-Северск с форсированием реки Северский Донец. В частности, генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.ПичКит, в определенном районе наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры. На Южнобужском и Таврическом направлениях российские войска основные усилия сосредотачивают на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении войск. За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты 11 атак врага. Уничтожены 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобили и 6 единиц автомобильной техники противника. Напомним, в результате непрекращающихся боев на Донбассе российские войска несут большие потери. Для пополнения личного состава оккупанты начали массово вывозить мужчин из Мариуполя. Их готовят к мобилизации в ряды так называемой армии ДНР. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.